В конце 80-х годов руководству Горьковского автозавода стало очевидным, что выпускавшаяся с 1985 года Волга ГАЗ-2410 исчерпала свои технологические решения. Смотрелась архаично и морально устарела. Обычная ее модернизация не рассматривалась, ведь она сама уже была рестайлингом модели 1970 года Волги ГАЗ-24. Поэтому и было принято решение разработать автомобиль, новый, хотя и опирающийся на уже имевшиеся наработки. Эта новая модель получила заводской индекс ГАЗ-31029, а за свой специфический дизайн прозвище несколько сомнительное – «Ослобык». На конвейер ее поставили в 1992 году, и несмотря на обидное название, именно Волга ГАЗ-31029 «Ослобык» впервые в истории завода стала доступным для населения и широко распространенным автомобилем. В первую очередь так случилось благодаря ее относительно низкой цене и доставшейся по инерции от СССР престижности самого бренда. Спрос был такой высокий, что Горьковскому автозаводу пришлось перейти на трехсменный режим работы, а годовой выпуск ГАЗ-31029 достигал в некоторые годы 120 тысяч машин. Но чтобы добиться низкой стоимости автомобиля, Горьковский автозавод существенно упростил его производство, что не могло не отразиться на качестве. Иногда проданные заводскими дилерами машины вставали, не пробежав ни одной тысячи километров. Настоящим же бичом ГАЗ-31029 стала коррозия. Изготовленная из дешевого металла, как правило, плохо прогрунтованная Волга «Ослобык», могла при активной эксплуатации сгнить за 3-4 года. Тем не менее, ГАЗ-31029 очень хорошо продавалась вплоть до 1997 года, когда ее на заводском конвейере сменила Волга ГАЗ-3110. Завод постоянно пытался поднять технические характеристики Волги «Ослобык». К концу 1994 года ей дали новый 16-клапанный двигатель ЗМЗ-4062.10. Ежегодно обновляли отдельные конструктивные элементы, улучшили трансмиссию, поставили дисковые тормоза и 5 МКПП. Тем не менее, несмотря на свою популярность и ажиотажный спрос, ГАЗ-31029 стал худшей Волгой в истории Горьковского автозавода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова